На днях в интернете на соответствующем и специфичном сайте появилась петиция, в которой ее автор Константин Карагодин обращается к президенту Путину, генпрокурору Чайке, главе Следственного комитета Бастрыкину и министру внутренних дел Колокольцеву с таких вот букв, цитата. Есть такой поселок городского типа в Свердловской области Белоярский, там живет 11 775 человек, всего-навсего. И среди них два животных, по-другому их просто нельзя назвать, Мартемьяновы, Марина и Николай. Конец цитаты за выбор слов, в которой отвечает, как вы понимаете, автор петиции, который к тому же в нарушении Конституции, в ее завершении, объявляет преступником человека, которого еще даже и не начинали судить. Дословно. Мы просим подписать эту петицию, чтобы преступница Марина Мартемьянова не ушла от ответственности и получила самое суровое наказание вплоть до пожизненного заключения. Опять конец цитаты. На всякий случай поясним, что российское законодательство ни при каких раскладах, включая массовые убийства, не предусматривает для женщин не то, что пожизненного заключения, но даже строгого режима на зоне. А в остальном, конечно же, нельзя не согласиться с автором, выражающим всеобщую озабоченность тем, что человек, сотворивший такое, ни в коей мере не ушел бы от ответственности. Хотя, если честно, при нынешней широчайшей огласке и общественном резонансе, вряд ли кто всерьез станет утверждать, что брат полицейский и муж бывший гаишник смогут добиться каких-то поблажек сверх тех смягчающих обстоятельств, что полагаются по закону, а таковые, конечно же, есть. Напомним, обвиняется 34-летняя Марина Мартемьянова, замужняя мать двоих детей, работница кадастровой палаты, в том, что в половине первого субботней ночи в переулке Февральском поселка Белоярский она сбила двух 17-летних девушек, включая собственную соседку, дочь своей подружки, из-за того, что, будучи в сильном подпитии, 1,241 мг на литр не вписалась в поворот и вылетела на встречную обочину, по которой девушки в сопровождении друзей шли домой из гостей, затем скрылась с места происшествия. Через 6 минут она вернулась и еще раз проехала по той девушке, что осталось лежать на проезжей части. У нее был зафиксирован перелом костей таза и закрытая черепно-мозговая травма, в реанимацию ее пришлось вводить в медикаментозную кому. В реанимацию же доставили ее подругу, тоже с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Муж пьяной водителки, который в момент второго наезда сидел в машине, остановившийся возле пострадавших и уговаривал по телефону жену вернуться, уверяет, что наехала она случайно. Объезжая. Там типа темный участок, там типа любой другой тоже наехал бы, ну и так далее. Сама Марина тоже в суде рассказывала, что второй наезд вовсе не был никакой попыткой убийства. Она, мол, испугалась, что там много народу и передумала останавливаться, когда вернулась была на место происшествия, и снова решила уехать, при этом не заметив лежащую на дороге девушку. Напомним, следственный комитет по городу Заречному, который из полиции забрал это дело себе, предъявил кроме 264-й еще и статью 105-ю через 30-ю. Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление. Правда, для этого пьяная рулевая должна была там поубивать всех четверых, не считая подъехавших, что вряд ли реально. И не исключено, кстати, что эта самая 105-я статья, вмененная может быть сгоряча на волне бурной реакции общества, впоследствии слетит и произойдет переквалификация, например, на 111-ю, умышленное причинение тяжких телесных, что при здравом размышлении представляется как-то более адекватным отражением произошедшего. А пока, напомним, суд согласился с выбором следствием меры пресечения в виде ареста и содержания под стражей, и связано это... Прежде всего, с тяжестью предъявленного обвинения, с тем, что преступление совершено в состоянии алкогольного обвинения, тем, что потерпевшие являются несовершеннолетними, и на них может быть оказанное давление со стороны обвиняемой, в том числе, а также в том, что оно может скрыться под тяжестью предъявленного обвинения. При этом наличие у Мартемьяновой устойчивых социальных связей в виде семьи и работы, наличие двух несовершеннолетних детей, само по себе не свидетельствуют о возможности избрания ей на данной стадии предварительного следствия иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы.